...которые собрались на площади, 9 из 10 не проголосуют за партию Зеленых, потому что это партия шантажа и угроз, потому что людей вывели под угрозой, потому что они останутся без своих рабочих мест. Вот очень сильно занимается партия приватных. Потому что сегодня репутатов нельзя найти ни через секретарь парламента, ни через канцелярия, ни через бюро парламентское. Вот так работают эти пчелки-трудяшки. И мы сегодня вышли сказать этим пчелкам-трудяшкам — позор! 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 Коммуникация парламентуры! Я обращаюсь к жителям этой страны, посмотрите, ведь это прогойщики. Раньше прогойщика Ритунияцев перевоспитывали, заставляли насильно работать фактически этих людей. А эти люди, как они могут? Они же принимают законы. Они нам указывают, как надо жить. Вы видите, оказывается, как надо жить. Надо жить за счет кого-то и не выходить на работу, не сделать ничего для тех, кто их избирал. Вот так надо оказывается работать. Вот какой пример. То есть получается, что в этой стране есть люди, которые имеют право на все, что угодно. Могут сделать все, что угодно. Для них закон не писан, а есть те, которые обязаны выполнять все. И не дай бог, ты переехал в сплошную линию, наехал колесо. Ну это условно говоря. Тебя сразу эти камеры засекут. А куда смотрят эти камеры в парламенте, что пустые коридоры? Куда эти камеры там смотрят? Почему не видят? Почему этих людей не наказывают? Почему не штрафуют в конце концов? Я не знаю, может штраф денежный или какой-то другой. Вычитают из зарплаты. Что это такое? Как можно поступать по-свински в то время, когда в стране такая тяжелая ситуация? Куда-то на чужую территорию не поймали. Сегодня подразделение на сухарной армии планируют вывезти в Россию. Страну к ней идет война. Сегодня не надо приобретать война. И вот война к гражданской войне на этой территории идут. Выходят в наше подразделение. И по пяти лета они там будут заниматься не понятно чем. А зачем в нашей стране и не штрафная это будет? Продолжение следует.